Мертвая вода Процесс концентрации управления производительными силами человечества шел как на региональном уровне, так и на глобальном уровне. Примером сосредоточения управления производительными силами на региональном уровне является наша с вами страна, СССР, Россия. Вы помните из истории, что сначала было Московское княжество, а потом земли прирастали усилиями казачества, объединение народов происходило, Ермак Тимофеевич, Дежнев и так далее присоединяли к Московскому княжеству земли. Но точно такой же процесс шел и на глобальном уровне. И впервые кто вышел на осознанное отношение вот к этому вопросу было древнеегипетское жречество. И оно разработало стратегию ведения глобализации. Мы с вами об этом говорили в самом общем виде. А вот теперь после того, как мы рассмотрели с вами процессы, протекающие в суперсистемах, можно посмотреть будет более глубоко на этот процесс, как он проходил, в чем его причина. И мы говорили во вводной лекции о том, что этот процесс объективен, то есть он не зависит от нашего с вами хотения, там не хотения, нравится, нам не нравится. Он шел. В чем его объективность? А в том, что на планете Земля страны и народы жили сначала разрозненно друг от друга, и влияние их друг на друга было малозначительным. Но как только они вступали во взаимодействие между собой, а это было и развитие транспортных средств, возможности передвижения и так далее. Как только они вступали между собой во взаимодействие, то более мощная система или часть суперсистемы, она неизбежно подчиняла себе более слабые элементы. Ну, примером таких воздействия можно взять торговлю. Например, у меня пшеница лучше, и я на ваш рынок завез пшеницу и, так сказать, стал воздействовать на торговлю и подчинил эту торговлю себе. Можно вообще пойти силой войной, взять, так сказать, завоевать и присоединить элементики суперсистемы, значит, тоже подчинить своей воле, своим интересам, своим целям. Значит, можно религию внедрить в сознание соседних народов и стран, и тем самым замкнуть их на решение задач, которые ставит руководство этой страны перед собой. Можно поженить принца-принцессу, значит, и соединить королевство. Вот из истории это, в общем-то, объективно шло, а с точки зрения науки, так скажем, процессом, протекающих суперсистемам, это процесс концентрации, сосредоточения управления производительными силами, и смотреть на это надо через вектор цели управления, через полную функцию управления. Вот здесь на картиночке, а мы помним, что суперсистемы, называется суперсистема, элементики, которые обладают памятью, на основании которой они могут самоуправляться. Эти элементы могут управлять другими элементами, передавая им информационные воздействия, то есть управляя ими. Сами они подвергаются управлению со стороны других элементов, потому что на них воздействует информация от других элементов. Вспомните вот ту схемочку, где все это нарисовано. И вот если эту схемочку наложить на человеческое общество, то что происходило? Значит, если у кого-то есть более мощная информация, и он осознанно ее применяет, он выставляет вектор цели по отношению к другим элементикам, он воздействует этой информацией различного характера, которая включает в себя достижение определенных целей, вспоминайте структурные и беструктурные способы управления. Когда информация бросается на многие элементики, они начинают выполнять то, что мне надо. Поэтому вот схематично этот процесс здесь можно указать так. Сначала вот этот элемент воздействовал на ближайшие элементы и присоединял их, подчинял своей воле. Потом проникнув и заставив их делать то, что ему надо, эти элементики сами выполняли по отношению к другим поставленной задачи. То есть они были вписаны в вектор целей того, кто начал этот процесс концентрации. Ну и так далее. То есть ареал расширялся. Вот, вы видите, здесь поэтапное, пошаговое присоединение элементиков, подчинение их тем задачам, которые ставил первоначальный элемент. Если теперь перенести эту картиночку на планету Земля, то на глобальном уровне это было вот зародившись в Древнем Египте, значит, создав войско специфическое, сокрывшись в одном из колен, колени левия став левитами. Шло распространение информации, подчинение стран и народов, толпо-элитарную пирамидку, вспоминайте. И сейчас, хотим мы, не хотим, нравится или не нравится нам, значит, эта глобализация фактически завершена. Но поскольку вектор цели содержал в себе принципы какие? Разделяй, стравливай, властвуй, значит, и этот вектор цели не совпадал с вектором иерархически высшего объемлющего управления, все это сейчас пришло в противоречие с иерархически высшим объемлющим управлением. И, естественно, возникла масса проблем, о которых мы с вами говорили. Так вот, в концепции общественной безопасности та сила, которая осуществляла долгие годы управления по библейской концепции, названа глобальным предиктором. Почему так названо, глобальным предиктором? Ну, глобальное слово, потому что притязание на глобальное управление на планете Земля, а предиктор – это предуказатель, то есть который выставлял цели, на что должны были работать все остальные элементы суперсистемы. То есть, вообще говоря, все человечество. Но надо сказать, что в настоящее время глобальный предиктор, вот тому названию, которое я произношу, глобальный предиктор, он уже не отвечает в полной мере. Почему? Потому что за годы своего управления глобальный предиктор, он утерял функции предуказателя, фактически он превратился в контролера. Если раньше вот те, то древнеегипетское жречество, которое выставляло цели и ориентировало поведение множества людей, направляло усилия королей, царей на достижение определенных целей, то сейчас эта функция, она уже полностью утеряна, и фактически то, что называется глобальным предиктором, это они выполняют функцию контролера. Значит, тот, кто хочет познакомиться более подробно вот с этим явлением, можно почитать роман Германа Гессе, можно почитать роман Германа Гессе «Игра в бисер». В этом романе Герман Гессе описывает фактически, как поддерживается управление на современном вот нам этапе, что такое глобальный предиктор и как он действует. То есть утеряв осуществление, утеряв способность реализовывать свои предумышления по отношению ко всему человечеству, вот эта глобальная мафия, которая зародилась в древнем Египте, она создала себе как бы голову профессора Доуэля. То есть сами они не могут уже оценивать ситуацию и вырабатывать какие-то решения. И они, вот Герман Гессе описывает абстрактную страну Касталия, ну, считайте, Швейцария с озером, где там это, значит, Женевское озеро есть, в центре Европы. И они создали такой монастырь, в котором воспитывают мальчиков. И эти мальчики их так обучают, что они способны вырабатывать некие новые информационные модули, то, что мы с вами рассматривали, когда интеллект. И игра в бисер заключалась в том, что им давалась задача, прослушав музыкальное произведение, выразить это музыкальное произведение неким аналогом современной цвета музыки из цветных нитей бисера. И у того, кого это лучше получалось, тот завоевывал приз. Потом на формирование вот такого аналога цвета музыки современной, но это статический аналог там, то есть был такой куб, и вот в этом кубе они развешивали эти нити, значит, разноцветного бисера. Накладывалось на музыку литературное произведение, на литературное произведение, какое-то историческое описание событий. И уже не надо было делать вот этот, что ли, формировать этот куб из бисера цветного, а надо было представить некий отчет. То есть речь идет о чем? Что ставилась задача обобщить некие общие сведения из различных отраслей деятельности людей, значит, в обобщенном виде и представить, ну, там так прямо называлось, то есть отчет о проделанной работе. И что самое главное надо делать, исходя вот из множества возникающих факторов. Поэтому сейчас глобальный предиктор работает, ну, как бы с искусственной головой, то есть сами они не думают, а используют достижения ученых. Поэтому вот та схема, на которую мы сейчас с вами смотрим, она, смотрите, как выглядит. Наверху вот этой пирамиды находится верхушка, ну, раньше это было 22 иерофанта, оккультное мировое правительство. Значит, у них в подчинении наследственная надгосударственная корпорация клановых финансовых семей, так называемая, приорат Сиона, которые поделили всю планету на провинции. Дальше под ними надгосударственное транснациональное единое руководство. Оно базируется на конференциях миллионеров. У них есть исполком, это так называемая система ВСО, ЕАДИ, ВЕК. Вообще вот те данные, которые представлены на этой схеме, они собраны из очень многочисленных источников, которых сейчас в нашей стране очень много. Это и по масонским ложам, по различным тайным организациям и так далее. В том числе публикации за советский период. И даже я смотрел один фильм для служебного пользования, спецслужб, где вот это все описывалось, то есть как это функционирует. Внизу у этой пирамиды расположены все эти организации. Организации объединенных наций, транснациональные банки, партии, союзы, организации, масонские ложи, сионистские организации. И вот внизу, под этой пирамидой, люди, они не видят все то, что наверху. Они видят только вывески для толпы, которая предназначена. Они видят вот эти масонские ложи, транснациональные банки, корпорации. И глобальный предиктор, который осуществляет управление, он говорит, вот они, вот масоны во всем виноваты. А то, что расположено наверху, вот надгосударственные транснациональные единые руководства, наследственные государственные кланы корпоративные, их люди простые не видят, не понимают и во всем винят сионистов, вот бей жидов, спасай Россию. Масоны во всем виноваты. А на самом деле они всего лишь инструмент, исходя вот из этой системы. Значит, поэтому хитрость этой глобальной мафии, и мы с вами рассматривали действия антиглобалистов в частности, значит, подсовывают толпе фикцию, а сами они скрываются за этими вот вывесками. Толпа истинных виновников происходящего не видит, а борется только с вывесками, и в результате на выходе у них ничего и не получается. Ну, знаменитые фамилии, которые такие одиозные, здесь тоже представлены, на схеме их можно увидеть. Это Ротшильды, Варбурги, Монтефьори, Мендели, Дюпоны, Оппенгеймеры, Штерны, Коины, Сосуны, Валенберги, Гольдшмидты и так далее. Ну, можно их почитать. Всего это, по различным источникам, где-то 358 клановых финансовых семей мира входят в состав вот этой надгосударственной корпорации клановых финансовых семей мира. А реализуют они свои замыслы вот через конференции миллионеров, у них есть исполком, а дальше ВСО, ЕАДИ, ВЕК. Что это такое? ВСО – это Всемирная Сионистская Организация, основана в 1897 году. ЕАДИ, или иначе его называют САХНУТ, это Еврейское Агентство для Израиля, основано в 1929 году. И ВЕК, Всемирный Еврейский Конгресс, основан в 1936 году, ну, как якобы альтернатива ВСО. А на самом деле, все это единое, под единым руководством, только разные названия. И, в принципе, через еврейство реализуется управление вот общественными процессами. То есть, и здесь же, и из евреев делают виновников всех бед, хотя многие фамилии, вот на вершине этой надгосударственной корпорации клановых финансовых семей, они действительно еврейские. Но надо понять, что вот глобальный предиктор – это не только фамилии и телесные воплощения, что ли. Самое главное – это над ними давляет концепция. То есть, та идея, та идеология, которая заставляет их, вероятностно, предопределенно принимать те решения, которые когда-то заложило древнеегипетское жречество. То есть, они пленники сами вот этой концепции. То есть, вообще говоря, глобальный предиктор – это соединение как людей, так и идей. И когда вот мы будем после этой лекции рассматривать, как работают эгрегоры, что такое эгрегор, после этого станет более понятно, что обыденные сознания людей, которые не понимают биополевые структуры, не понимают власть идей над людьми, они говорят, вот где эти сидят, вот в какой пещере они скрылись, как они это управляют. А тем более, не зная, что такое бесструктурное управление, они сопрягают высказывания политиков, в частности, о том, что вот есть мировое правительство. И это не значит, что это мировое правительство где-то сидит, и они распределили обязанность там, министр финансов планеты Земля, министр там обороны, министр промышленности. Нет, они управляют бесструктурным способом, руководствуясь идеями, которые когда-то сформировало древнеегипетское жречество. И когда возникает какая-то ситуация, вот все эти люди, десятки и вот три сотни семей, они принимают решение, как принимали их предки. То есть знания-то передаются до того. А когда возникает какая-то ситуация, они ставят задачи ученым, ученые, более того, они отслеживают все тенденции, которые происходят в общественной жизни, и приспосабливают новые веяния, в том числе и в ученом мире, под свои интересы. Ну, в частности, так, вот по нашей оценке, они приспособили учение Рональда Хаббарда, значит, который и, может быть, не знал вот о том, о чем мы сейчас говорим, он, как сделать жизнь человека счастливой. Проведя кибернетические аналогии, значит, он, работа головного мозга с вычислительной техникой, он разработал методики, как освободить человека от страха, значит, от мучений, как сделать, чтобы его работа была более производительной в управленческом труде. А те, кто отслеживает, они говорят, ага, вот это нам пригодится. И чуть-чуть скорректировав, вероятно, значит, какие-то положения, они решили использовать тех людей, которые руководствуются этим учением, для достижения своих целей. То есть идет непрерывный мониторинг процессов, происходящих в обществе, и вот эта вершина власти, она, то, что им надо, она поддерживает, реализует в их понимании. А то, что неприемлемо, либо преломляет свою сторону, либо задавливает, либо дискредитирует, либо еще как-то делается. Вот, в принципе, как работает этот глобальный предиктор. Если уж мы затронули здесь вопросы, связанные с Рональдом Хаббардом, то я должен в дополнение того, что мы говорили о типах психики, значит, сделать такое замечание еще вот о чем. Откуда вообще возник гомосексуализм? Мы говорим о том, что мужчина через инстинкты психологически подчинен женщине. Ну, это естество человека такое. Поэтому есть основания считать, что вот то древнеегипетское жречество, которое формировало концепцию управления общественными процессами, чтобы не быть невольниками женщины и не быть подчиненным психологически женщине, то есть не жить в матриархате, они, ну, жили между собой, так скажем, мужчина с мужчиной. И почему сейчас вот эти так называемые голубые проникновения во все сферы управленческих структур, на Западе, вы знаете, да и у нас тоже в стране появляются, однополые браки и так далее. Где корни вот этого явления? А корни этого явления лежат тоже в глубокой древности. То есть те руководители, которые понимали вот все эти процессы, с тем, чтобы выйти из состояния матриархата и не быть подчиненными психологически женщины, а инстинкт это есть? Вот вам, так сказать, ответ на вопрос, откуда, как говорится, растут ноги. Ну, это противоестественно существу человека, поэтому ведет к деградации, нарушает информационные состояния человека, когда такие вот эти однополые браки там и так далее, все это вообще, ну, против воли Творца, если уж на то пошло, в пределе. То есть это противоречит замыслам, а как же тогда люди могут воспроизводиться из поколения в поколение? И когда это входит в культуру общества, овладевает умами людей, это приводит к деградации суперсистемы в целом. Вот как надо смотреть и на данный момент в том числе. Поэтому вот эта схема глобального предиктора, она интересна. Здесь можно ее потом посмотреть, рассмотреть, значит, кто, чем и как занимается, какие организации есть, а мы пойдем дальше. Значит, каковы методы и способы концентрации управления производительными силами? Вот в концепции общественной безопасности они сведены в шесть приоритетов обобщенных средств управления людьми. Приоритет – это уровень значимости, то есть степень значительности, мощности этого приоритета. И они расположены по мощности. Наверху самый мощный приоритет, первый. А дальше мощность уменьшается, но зато повышается быстродействие. Значит, шестой приоритет – самый низший, он по мощности самый низший, но зато с помощью него можно быстро достичь нужного результата. И фактически вот управленческая деятельность по концентрации производительными силами человечества осуществлялась всеми этими приоритетами в совокупности. Единственное, что превалировало в том или ином случае, в том или ином историческом событии на отрезке времени, а фактически все это делалось все вместе. Делается это и сейчас. Поэтому давайте рассмотрим вот эти приоритеты не спеша и проведем параллели о том, как это делается сейчас в нашей современной жизни. И начнем мы от простого к сложному. Вот самый простой приоритет, это шестой приоритет – это обычные оружия, обычные средства поражения, средства уничтожения людей, материальной структуры. Ну, как можно просто завоевать другую страну, сделать людей рабами вот в той глобальной невольничьей пирамиде, которую вы уже, надеюсь, все, так сказать, усвоили. Значит, силы оружия. Как заставить раба работать? Наставил на него пистолет и говори ему – копай. И он будет копать. Если не будет копать, я, значит, могу его убить. И под страхом смерти раб будет делать то, что мне надо. Если завоевать страну, надо и сделать много людей рабами, чтобы эта страна работала на тебя. Завоевываешь страну, значит, ставишь вооруженных людей, везде там на углах патрули ходят. Все мы фильмы про войну смотрели. И страна, люди, ее ресурсы, богатства работают на цели, которые ставила перед собой захватчики. Но это оружие, как вы видите, оно не очень эффективное. Почему? Значит, надсмотрщик, который стоит над тем рабом, который копает, если он отвернулся, и мы с вами видели, как пленные вот в кинофильмах убегали, они этого надсмотрщика убивают и разбегаются. Если страну силой завоевал, значит, люди уходят в леса, начинают партизанить, могут убить захватчиков и так далее. То есть это очень неустойчивость, вспоминайте понятие устойчивости управления. То есть сила оружия, это метод очень не обеспечивает устойчивого управления процессами. Хотя достичь цели можно быстро, а обеспечить устойчивость тяжело. Поэтому более мощный приоритет, это пятый приоритет, это оружие геноцида. Самое древнее, это алкоголь и наркотики. То есть то, что в мудрой русской песенке поется на алкаша, не нужен нож. Ему немножечко нальешь и делай с ним что хочешь. И если проводить параллели вот с предыдущим приоритетом управления, то не надо наставлять пистолет на человека, чтобы он копал яму. Правда, времени потребуется чуть-чуть больше. Ты ему сегодня рюмочку налил, хочешь выпить? На, дорогой, выпей, я тебя угощаю. На следующий день еще раз рюмочку налил, там грамм 100-150 водки. Хочешь выпить? Хочу, на, так попоил человека месяц, а через месяц он придет с дрожащими руками и скажет, чего тебе выкопать, чтобы, значит, рюмочку получить. И все, и он за эту рюмочку уже будет работать. Времени потратил ты много на спаивание, но зато результат более устойчивый. Он уже, как говорят, сидит на этой рюмке там или на игле. Значит, самый впечатляющий пример из истории человечества в этом смысле это захват индейцев в Америке. Много мы смотрели фильмов с вами про Ченгачгуков, но мало кто знает, что захватчиков-то в самом начале было очень немного. А уничтожили они целую цивилизацию индейцев. Их там по разным источникам было от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек, а может быть даже миллионная цивилизация была. А захватчиков было всего несколько десятков. Пуль не хватало на то, чтобы убивать индейцев. Что сделали? Из стволов ружей сделали прямо текущие самогонные аппараты, вручали их вождям племен, значит, и индейцы веселились и гуляли. Значит, в результате что мы сейчас имеем? Где эти ченгачгуки? В собственной стране они живут в резервации. Если проводить параллели по отношению к нашей стране, посмотрите, что происходит на просторах нашей страны. Откровенный алкогольно-никотиновый геноцид народа. Женщины уже в деревнях пьют, деревни брошенные. Дети, значит, в школах уже пьют это правильное пиво на переменах. В 12, там, 13, 14 лет. Это же ужас какой-то. А пьяные да сонные не свою думу думают. Вспоминайте все, что мы говорили. О чувстве меры, о генофонде, о генетическом ядре, который обеспечивает воспроизводство поколений. То есть идет откровенный геноцид. К алкоголю добавляются наркотики. Если уж завершить об алкоголе и опять о роли религии. Веселье Руси есть питье. Не можем жить без онова. Кто это сказал? Креститель Владимир Красносолнышко, который у нас святой. Значит, который всех девок в своем царстве и государстве перепортил. Он теперь святой у нас. Так сказать, и ввел винопитие. Вы представляете, маленькому ребеночку причаститься. Это что значит? Это как горчик. А теперь представьте, если грудному ребеночку как горчика ложечку чайную дают. Это то, что для взрослого человека аналог 100 грамм водки или еще что-то. И вот так с детства потихонечку идет алкогольное привыкание. Вот и есть веселье Руси, есть питье. Вот вам средства управления. И вероятностно предопределенно люди, алкоголезависимые, они ведут себя соответствующим образом. Значит, а наркотики? Наркотики, они решают еще и другую задачу. Они сокращают народонаселение. То есть наркоманы, они дольше 30 там, плюс-минус 2-3 года не живут. Мало того, за свое убийство они сами и платят наркотики сколько стоят. Если потянуть ниточку и взять, кто крышует, откуда привез там и так далее, вот то, что касается этих наркотиков, ниточка приведет к английской королеве. Потому что английская королевская династия со времен опиумных войн в Китае контролирует мировой рынок наркотиков. И когда вот мы там видим разборки, особенно в Америке, в Центральной, там колумбийская мафия, еще какая-то мафия наркотическая, это из серии какой? Делиться надо. То есть все это под контролем. И когда какая-то мафия пытается вывернуться, ее прижимают, в том числе в Афганистане там. И вот то, что сейчас происходит, там эти, в частности, наркотики к нам полились, когда большим потоком, когда войска вошли в Афганистан. И в этом было замешано, в том числе, и определенные руководители государства в этих наркоделах. И повязаны у них, они замараны этими вещами. Поэтому и не возникают некоторые большие начальники. Потому что все это находилось под контролем. То есть оружие геноцида, это страшный инструмент, который поражает не только живущих, но и следующие поколения. Потому что сказывается на генетике человека. вносит изменения, приводит к деградации людей. Но управлять автомобилем-то в нетрезвом виде нельзя. А уж государством подавно. И мы видели этого руководителя нашего, всенародно избранного, как он там оркестрами в Германии дирижировал. Это же ужас какой-то. Поэтому в концепции общественной безопасности и в программе нашей партии говорится, что алкоголь должен быть исключен, уж по крайней мере из жизни руководителей, из практической деятельности. А везде, так сказать, с рюмочкой мы видим руководителей. А раньше эти застолья при ЦК КПСС вообще носили отвратительный характер по всей стране. Застой ассоциируется со словом запой. То есть полное, помните, это значит было. А борьба с алкоголем привела только к чему? К обратной стороне медали. Потому что запретами ничего не решишь. Более того, это был мощный маневр глобальной мафии, когда народ алкоголезависимый решили возможности. Значит, и теперь вот, когда надо вводить определенные меры, уже говорят, ааа, это было, с алкоголем мы боролись. То есть это была прививка, сделана для того, чтобы сейчас никто и не возникал против алкогольного этого геноцида. То есть вот вам метод беструктурного управления. Сначала попугали чуть-чуть, народ, значит, весь там повозмущался, а ведь результаты даже тогда были неплохие. Травматизм резко уменьшился, смертность уменьшилась. Но параллельно с этим вырубались виноградники, а других мер никаких не было. Запретами ничего не решишь, и у людей выработалось отторжение. И мы сейчас вот, когда говорим о необходимости трезвого образа жизни, очень многие говорят, да, это уже было, все это, значит, неправильно. То есть народу сделали прививку определенную. Чьими усилиями? Горбачева или Легачева? Ну, похоже, Легачев-то искренний вроде бы человек был, но, значит, не понимая, ведь каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания он работает на того, кто знает и понимает больше его. Поэтому многие патриоты, они у нас, вот эта формула, которую я сказал, она очень хорошо иллюстрируется вот этими двумя пирамидками. Вот структура и мера понимания наверху. То есть надо повышать всегда меру своего понимания. Ну, ладно, а дальше что? А дальше из запоя вождь племени может выйти, а наркоман с иглы может соскочить. Поэтому более мощное и более длительно, обеспечивающее более устойчивое управление является экономическое оружие. То есть на основе ростовщичества, вспоминайте доктрину второзакония Исаия, не давая в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, а иноземцу давай в рост. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. То есть уже не надо подпаивать или еще чего-то. Значит, прекрасные иллюстрации, да напомните, значит, книга, и сняли фильм одноименно Республика Шкит. Там этот ростовщик маленький, пухленький был, как его, купец что ли звали. Он говорит, хороший мальчик, только худенький. Хочешь хлебушка? Вот этот Шкет стоит, да, хочу. На тебе кусочек, вечером вернешь два. Этот Шкет, значит, этот кусок быстро съедает, а свою пайку всю вечером полностью отдавал этому ростовщику, который на хлебе делал бизнес. И, значит, в результате он покорил всю колонию. Но потом, значит, колонистов восстали, его там отметюлили и так далее. А что такое деньги? То же самое, денежек надо, на тебе денежки, вернешь под проценты чуть побольше. И если на данном этапе вот нашей встречи и лекции мы ограничимся немногим, дальше мы рассмотрим полностью вот блок экономических вопросов, все, что связано, в частности, с ростовщичеством, подробно поговорим. Ну, а пока я скажу так, вот, чтобы представить, как нашу страну завоевывали с помощью этого оружия. приезжали какие-то мальчики из МВФ и Швейцарии, из Международного валютного фонда и говорили дяденькам в Кремле во главе там с Ельцином, хотя не он там главный был, денежки вам нужны и наши дяденьки из Кремля, обратите внимание, вот как они отвечали это фактически, они говорят, да, мальчики из МВФ и Швейцарии, в нашей стране есть все. Есть газ, нефть, золото, серебро, никель, алюминий, цинк, все есть. Лесо навалом, вся страна в лесах, из этого леса можно сделать сколько хочешь бумаги, а на этой бумаге можно напечатать сколько хочешь денег, но денег у нас в России нет. И мальчики из Швейцарии, из МВФ с гордо поднятой головой говорили, а у нас в Швейцарии всего того, что у вас в России ничего нет, но деньги есть. И мы вам дадим денег, но дадим с двумя условиями. Первое условие, вы вернете нам чуть-чуть побольше под процент, а второе условие, поскольку мы должны быть уверены, что вы вернете нам деньги, вы реформы должны делать в соответствии с нашими рекомендациями. Вот вообще говоря фабула, которая была. И наши дяденьки из Кремля назанимали столько денег за все эти годы, чтобы теперь расплатиться за набежавшие проценты, я уж не говорю про эту сумму, которая там есть. Вся страна должна работать бесплатно по разным данным от нескольких до 10 лет. То есть мы все получаемся рабы в результате действий вот этих наших правителей, а мы им кстати полномочий на то, чтобы они нас отдавали в рабство, не давали ни по конституции, ни почему. Это между прочим очень серьезный тезис. Можно спросить за это, что это вы делали, кто вам дал такое право-то? Этого нигде нет. Вот. А мы с вами уже говорили, что одно из кривых зеркал деньги делают деньги ложь, деньги сами по себе ничего не делают, все делает труд человека. о назначении денег сопровождать круговорот товаров и услуг. В одну сторону крутятся деньги, вернее товары и услуги, в другую сторону крутятся деньги. И должно быть соответствие товарной массы и денежной массы. Денег больше инфляция, денег меньше дефляция. Рост товаров и услуг определяется ростом энергопотенциала страны. Почему? Потому что сейчас все товары и услуги делаются с помощью электричества. Электроткацкий станок, электронасос, электродвигатель, электропила, электробритва, электропылесос. Значит, если есть электричество, есть товары. Если нет электричества, производить товары очень тяжело без электричества. Где электричество больше? Где Саяно-Шушенский ГЭС? Где Братский ГЭС? Где запасы газа, нефти и так далее? В России, а в Швейцарии где? Вот вам определение паритета валют. Значит, сейчас-то это делается процедурой фиксинга Ротшильдов. Собирается два раза в день после завтрака и после обеда международный мышлозный сходняк в одном из лондонских банков под руководством Ротшильда. И вот эти люди, имея вполне конкретные цели в каждой стране, они назначают стоимость золота за тройскую унцию. Назначают они стоимость за тройскую унцию, но объемы продаж и покупки золота в каждой стране никто не знает, а знает только эта банковская корпорация. Им по телефону докладывают, в какой стране сколько богатеев начали скупать золото. А что значит начали скупать золото? Значит, одна экономическая ситуация. Они чувствуют что-то в стране плохо. Если продаж золота идет, наоборот, выкидывают золото, значит, другая экономическая ситуация. Поэтому по объему продаж и покупок золота в стране можно судить об экономическом состоянии страны. А раз так, то назначением стоимости золота на тройскую унцию можно управлять этими процессами, в том числе экономикой. По какой формуле определяется, что 1 доллар стоит 29 рублей, 32 копейки. Вы нигде этой формулы не найдете. А откуда она берется? Она просто так, что ли? Масло подорожало? Ведь эти цифры кто-то пишет. Центробанк не подчинен ни правительству, ни государству. Это частная корпорация. Хочу печатаю, хочу нет. Это немножко загрублено, но это так. Поэтому и Герашенко себя так ведет. Путин говорит, надо подчинить Центробанк правительству, потому что деньги являются инструментом управления общественными процессами в стране. То есть что такое кредитно-финансовая система? Кредитно-финансовая система это система без структурного управления. Даже самая деятельность банка такая. Вот представьте, вы предприниматель, вам надо обновить оборудование на своем предприятии. Для этого вам нужны деньги. Вы где можете взять деньги? Вы идете к банкиру и говорите, слушай, дай мне кредит для того-то, для того-то. И сразу наступает момент истины. Если даст вам банкир кредит, значит ваше предприятие будет дальше существовать. А не даст. Ку-ку. То есть получается кто собственник-то? Не тот, который там владелец пекарни или какой-то там мастерской. А банкир собственник. Просто время существования вот этой мастерской. Пока все хорошо, да, все хорошо. А когда надо, получается банкир собственник. Более того, значит, а вот дефолт в 98 году был. Там и не надо было ждать кредита. То есть сразу все рухнуло и все. Значит, то есть получается, что кредитно-финансовая система, она вероятностно предопределенно управляет поведением людей. Опять же, вы пришли в банк, а банкир говорит, а вы какой политической ориентации или другой? И если не той, он вам не даст кредит. Вот вам и вся свобода слова, права человека там и прочие волеизъявления граждан. А дал кредит, но дал-то на 5% почему у нас промышленность была загублена в стране? Что кто-то говорил разрушайте заводы, фабрики, которые были в Советском Союзе? Нет, но именно это было сделано. Почему? Почему стало процветать купи-продай? Потому что при перестройке и реформам инженеры, которые не могли реализовать свои планы во время директивно-адресного управления или командно-административного способа управления, когда ты со своим изобретением ходишь по кабинетам, а тебя пинают от одной двери к другой, они ринулись в надежде на то, что реализуют свои возможности. Это, кстати, тоже было использовано. А дальше возникла какая ситуация? Вот вы изобретатель, вы хотите запустить какое-то производство кофемолок или кофеварок, не знаю, что хотите. Вам нужен сразу кредит для того, чтобы закупить оборудование, наладить работу, помещение нужно и так далее. Вы взяли кредит, но кредит-то давали тогда под 200-300, а то и доходило до 500% годовых. И вы сразу вставали перед вопросом, если я буду заниматься своей мастерской, то для того, чтобы мне вернуть кредит, мне надо стены возвести, закупить оборудование, наладить производство, сбыть свой продукт, расплатиться с кредитором, расплатиться с рабочими, так я это уже ничего сделать-то не успею. Поэтому принималось какое решение? На самолет в Турцию привозят овечьи шкуры, эти дубленки, продает их, втридорога получает навар, и после этого он думает, и чего я буду эти кофеварки делать? Пропадя непропадом, опять в Турцию, и так далее. Все, поэтому никакого производства и не было. Что, кому-то приказывали не делайте там кофемолки, кофеварки, не свобода, но люди, мы с вами это проходили в лекциях, вероятностно, предопределенно делали то, что мне надо. Вот вам ставки кредитования, то есть судный процент, средства управления миллионами людей, странами и народами на планете Земля. Вот четвертый приоритет обобщенных средств, экономический. Ну, мы более подробно познакомимся с ним вообще в отдельной лекции, но здесь, чтобы вы поняли мощь вот этого приоритета и по сравнению с оружием, с геноцидом, ну, можно, например, понять, что из себя представлял процесс освобождения стран третьего мира от колониального ига. Это было вот в середине прошлого века, там, в 50-е, 60-е годы, а Британия была владычицей морей, праве Британии и так далее. Но Британия правила своими колониями оружие в уничтожении, 6-й полке, вот как из Индии она ушла, там, и так далее. То есть, они силой оружия держали, а потом устойчивости нет, люди возмущаются, как это так, иноземные солдаты ходят по нашим странам, там, демонстрации, и они что сделали? Они перевели управление странами и народами, вот эта мафия, глобальный предиктор, с шестого приоритета обобщенных средств, перевели на четвертый приоритет обобщенных средств, то есть экономический. Они дали свободу, якобы, а на самом деле все эти страны и народы, освободившиеся от колониального ига, впали в экономическое ига, только, я еще раз говорю, вот раньше это держалось на штыках и народ возмущался, а теперь он вроде бы свободен, а что возмущаться-то? Вот вся хитрость, как можно смотреть на эти приоритеты обобщенных средств. Ну, это вот относится к так называемому материальному оружию, хотя тут есть информационные тоже воздействия. А выше приоритеты значит, вот чтобы народ не понял, как его грабят с помощью ростовщичества, как его спаивают, наркотизируют, как его убивают в бандитских разборках, межнациональных конфликтах, на третьей полке оружие идеологическое. Вообще говоря, ну, с точки зрения массового применения, самое точное определение, это фактологическое оружие, технологическое оружие. Но для понимания вот такого первоначального проще объяснить на примере идеологии. А идеологии что такое? Это ведь социальные технологии. То есть технологии есть в технике там, как, ну, сделать, ну, например, там, какую-то деталь. Значит, есть технологии распиловки дерева, есть технологии обработки металла, есть технологии обработки сознания людей. Поэтому вот такие технологии, технологический приоритет, значит, ну, вот через идеологию очень просто рассматривается. Значит, как это делается? С точки сюда, к идеологиям относятся что? Религиозные конфессии, религиозные учения, всякие религиозные культы, светские идеологии. Поэтому вот здесь реализуется как раз принцип разделяя властвую. Очень хорошо, поскольку если теперь проводить, сопоставлять работу автопилота, самолета и воздействие информационное, то что здесь происходит? Определенному количеству людей, части суперсистемы на корочку, как говорил Леонов в фильме, помните, записывается, Иисус воскрес, то есть библейские догматы и так далее. И эти люди руководствуются одними идеалами. Другим записывается Аллах Акбар, Аллах Велик, Бог Велик. Значит, им записываются другие догматы. Третьим, значит, Карл Маркс и Роза Люксембург лучшие люди человечества, значит, надо вот руководствоваться их идеалами, учением Карла Маркса. Эти, значит, с красными флагами ходят. То есть, у каждого в голове своя идея, свой режим поведения, принятие вероятности определенных решений. То есть, как, например, у христиан, Бог терпел и нам велел. Смирись, кайся, вся власть от Бога, поэтому не возникай против властей. И в церквах наших каждый день молитва заканчивается чем? Молимся о властях и воинстве и я, поскольку вся власть от Бога. И это, что вот, ель циничная власть, которая была, она что, тоже, что ли, от Бога? Нам говорят, да, ну вот, народ так вот недостоин. И не понимается ни управления, ничего. А во всех вот этих различных идеологиях, религиозных верованиях заложено противоречие. И тот, кто знает эти противоречия, он их умело сталкивает между собой. Ну, например, одно противоречие, оно между Кораном, например, и Библией. В Коране говорится, что Иисус Христос не был распят, а в Библии благая весть, то есть, благая весть, что Бог отдал своего посланника на поругание и все грехи на него списал, это хорошо. Мы с вами уже рассматривали пророчество Соломона и Исаия. Значит, на базе этих противоречий можно столкнуть. Карл Маркс вообще говорит, Бога нет, а эти говорят, Бог есть. И вот за счет такой разницы в понимании можно манипулировать, что и делают, так сказать, транснациональные корпорации, транснациональные банки. Вот представьте, мы с вами руководители транснациональной корпорации по производству самолетов, вертолетов или кораблей. Нам же надо их сбывать. Как сбыть? Надо, чтобы война была, как войну организовать? Поэтому вдруг, внезапно, возбуждаются религиозные антагонизмы и начинают отстаивать свои идеалы. Ну, так вот масло подорожало. возник конфликт, индо-пакистанский инцидент. Значит, одни отстаивают одни идеалы, другие другие. Значит, мы сбываем оружие и так далее. Можно даже так, не обязательно, чтобы была большая война, а организовал небольшой конфликт или напряженность. Вскрыл недостатки вооружения, проводишь модификацию этого вооружения. Значит, а что такое модификация? Значит, надо переоборудовать имеющееся вооружение или старое выбросить на свалку, делать новое. Опять денежки текут. То есть, в полном смысле получается, кому война, кому мать родна. Потому что самые большие деньги крутятся в трех рынках сбыта на планете Земля. Первый рынок это сырьевой, ну, возьмите нефть, вы же видите, все цены, они пляшут от электричества, то есть, от энергетики. Потому что все товары делаются на электрической тяге, а нефть как раз один из тех сырьевых источников, откуда начинается вся пляска ценообразования. Поэтому сырьевые отрасли, они определяют все остальное. На втором месте идет вооружение, и на третьем месте наркотики. Причем сейчас рынок наркотиков более доходный, чем рынок вооружения даже. Поэтому столько сейчас внимания в прессе и вообще событиям, связанным все, что связано с наркотиками. А тот, кто пытается этот рынок раздербанить и выйти из повиновения, он подвергается жесткому военному вмешательству. Та страна, как помните, там, арестовали в Никарагуа там этих наркобаронов, колумбийских и так далее, эту мафию давят, которые не хотят делиться, значит, хотят жить сами по себе. А все это под контролем у этой мафии. Значит, вот, теперь с позиции этого же третьего приоритета, идеологического или технологического, можно посмотреть на то, что происходит в нашей стране в годы перестройки происходило. Да и сейчас происходит. То есть, один из методов управления и завоевания нашей страны. Значит, очень хорошо Пушкин о этом приоритете сказал. Он сказал, «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ермо с гремушками да бич». Вот нас и пасут, кто? А всякие муфти, муллы, попы, архимандриты, генеральные секретари истригут, как баранов с помощью ростовщичества. С точки зрения партийного строительства, что с нами произошло? Нам дали свободу, демократия и поделили на множество партий. Смотрите, аграрные партии отстаивают интересы крестьян. Кстати, нет бы назвать крестьянской партией, нет, иностранное слово, аграрий. Так красивше звучит. Человек-крестьян это опять тяга к западному все. Аграрные партии, РК, РП, Тюлькин и так далее. Эти об интересах рабочих хлопочут. Движение в поддержку армии скулит. Народ, спаси нас! А народ отвечает, а ты что нас не спасла? Христиане ходят крестными ходами, Иисус воскрес, а мусульмане Аллах, Акбар! Ну и так далее. Нас всех поделили. И обратите внимание, вот все эти партии хлопочут за народное счастье. Но стало ли от этих хлопот людям лучше? Село разрушено, рабочие без зарплаты и без работы, армия разгромлена без войны, войны-то не было, а армия разгромлена. Сейчас мы еще проиллюстрируем это. Партии промышленников предпринимателей, малый и средний бизнес гибнет, а православные успешно воюют с правоверными. Но все борются за народное счастье. Вот задумайтесь. В чем хитрость? А вот вам принцип, концепция разделяясь, травливая, властвуй и будешь господствовать над многими народами. Причем и еврейство тут проявляется, из них делают крайними. Значит, а противостоит там Макашов, Баркашов, которые бей жидов и вся наука. То есть они во всем виноваты. А теперь это вы уже понимаете роль еврейства в этом деле. Они заложники сами того не понимая. И мы об этом говорим, что они всего лишь инструмент. И когда инструмент затопился, его выбрасывают и новый берут. Поэтому партия концептуальная, она говорит о чем? что все эти партии вписаны в эту концепцию. То есть в первую очередь руководители сами не понимают, что их руками уничтожается наша страна. Посмотрите на происходившие вот за эти годы события все там, митинги, марши, протесты. К чему это привело? Что-нибудь, какая-нибудь проблема решена? Ни одна проблема решена. Не решена. и мы говорим, ни одна проблема не будет решена, пока мы не изменим в целом концепцию. Потому что в рамках вот этой концепции это бессмысленно бороться. Поэтому нам разрешают боритесь, отстаивайте свои права. А на выходе пшик получается. Если уж мы коснулись вопроса вот об армии и мощности приоритетов, вот давайте посмотрим. Непобедимая легендарная в боях познавшая радость побед. Где она непобедимая легендарная? Вот сейчас там генерал Овашов выступает, значит, надо армию укреплять, спасем армию, спасем Россию, там, патриоты и так далее. Спасем? У нас что, была слабая армия, что ли? Ну вот я сижу перед вами офицер в космических войсках служил. У нас что, были слабые ракеты, что ли? Или танков было мало, и они были плохие? Ну, можно было говорить о недостатках, там, были нюансы, но наша армия, извините, ее все боялись. С помощью чего разрушили армию? Давайте посмотрим теперь на приоритеты вот эти. Вот. Вот армия, она решает задачи силовым образом. Пьянство офицеров и генералов, а это точно было, куда тут денешься, все пили, вся страна пила, и офицеры в том числе, да еще как. Дальше, экономический приоритет, значит, что это? Это дали возможность одним наживаться, вы представляете, сколько из Германии, когда выводили войска, сколько там это самое наворовали, нахапали, продали, распродали и так далее. Или наоборот нищета младших офицеров, у которых, помните, зарплаты какие-то, да и сейчас тоже нищие, поэтому из армии бегут. То есть жажда наживы одних и нищенства других, а это как раз управленческий корпус в армии. Отсутствие идеологии, раньше хоть одна была там неправильной, ну, а сейчас вообще армия вне политики, Паша Грачев сказал, а что такое вне политики, вы теперь уже знаете, вне политики, значит, вне жизни, потому что поле много, тика с интересов. Ну, и оказалось, что вот это вот, все это высшее оружие, значит, оказалось, армия разрушила. Войны не было, армия разгромлена, нет у нас, сейчас армия фактически. и Путин об этом сказал, когда банды в Дагестане вошли, он говорит, нечем было защищать, войск нету, по этой причине в Чечне порядок не могут навести, там много, конечно, причин, но в том числе и эта причина. Вот, значит, дальше поднимаемся по приоритетам, на второй полке, вот второй приоритет, это хронологический приоритет, то есть информация исторического характера. А здесь как, если применительно соотнести вот с третьим, Русь святая, Кирилла Мефодий, учителя славянские, спасибо, что принесли письменность на Русь, а что, письменности не было, что ли, до этого? Была, да еще какая, и культура высокая была, но это уже язычники, Русь языческая, они свастику надевают и говорят, будем мочить христиан. То есть противоречие, стравливание вот здесь идет на базе исторических мифов, которые формируются. Вот очень просто проиллюстрировать мощь этого исторического хронологического оружия еще одним кривым зеркалом. Нам говорят, факты упрямая вещь, ложь. Факты очень гибкая вещь. Вот у меня на руке пять пальцев, это факт, факт. Вот этот факт я показал так, одна картинка, вот так, другая, вот так, третья. Ну и так далее. Что такое история? Это история и набор фактов. Одна история с позиции христианства, другая с позиции буддизма, третья с позиции ислама. Фоменко и Носовский свою версию выдумали. Вот и все. А с позиции истории формируются исторические мифы и, так сказать, формируются идеологии взгляда на жизнь. То есть, опять реализуется принцип разделяй, стравливай, властвуй. Таким образом, мы убедились, что хронологический приоритет очень-очень сильное оружие. А у нас история в школах, ну, вот я учился, нам, как говорили, да, кому это там история нужна, значит, вот надо математику, знать физику, и вообще гуманитарные науки не очень-то не нужны современному человеку. А как оказалось, смотрите, историческое оружие, значит, очень мощное. Кстати, Фоменко и Носовский, они с этой точки зрения чего добились? Сейчас учителя истории в нашей школе, они математику, ну, слабенько знают, так скажем. А Фоменко и Носовский, они применили математические модели для обработки фактологической информации, которая им известна. И тем, а ребята молодые, значит, школьники, они компьютеры знают, быстро там соображают уже все. И поэтому и так-то у нас история вся искореженная на Руси. И Фоменко и Носовский еще такую инверсию сейчас в умы молодежи внесли, значит, что молодые, конечно, увлекаются, там, такие события описаны и так далее, а учителя возразить ничего не могут, потому что они там в этих математических моделях не разбираются. Так тогда на кого сработал Фоменко и Носовский? Вот задумайтесь. То есть, вроде бы, благие цели, они там все. Почему мы и говорим, что сейчас ученые, претендующие на какое-то значимое представление знаний, должны всегда вначале выразить свой мировоззренческий стандарт, то есть, показать, на какой платформе философской они стоят, свое отношение к управлению общественными процессами, потому что, ну, что толк описывать там события, такие-сякие, там, как они происходили. В этом смысле очень хорошо у Льва Николаевича Толстого в «Войне и мир» почитать, есть такой там раздел, эпилог 2 в самом конце книги, и там Лев Николаевич рассуждает о том, что есть история. Вообще интересно, ну, коротко, если так рассказать, значит, речь идет о чем? Он говорит, обычно историю представляют, что вот были два императора, Александр, значит, российский император и Наполеон, они жили нормально, потом поругались и стали между собой воевать, потом помирились, значит, и жили опять хорошо, потом опять поругались и Наполеон пошел войной на Россию и даже был в Москве. Вот, говорит, как нам представляют историю, учебники истории, учителя и так далее. А то, что дальше Лев Николаевич Толстой говорит, при этом жили люди, рожали детей, сеяли пшеницу, писали книги, говорит, этого вы там ничего не найдете в истории. Обычная история это история королей, царей там и так далее, каких-то событий, битв военных, ну, иногда и история культуры что-то, то есть описать историю всю, фактов полно, и этих фактов их не с числа. Как посмотреть на эти факты? Через какую призму? Именно по этой причине в концепции общественной безопасности история человечества рассмотрена через управление общественными процессами. И тогда, ведь всех фактов не опишешь, и тогда, зная, как ошлялся управление, тогда можно будет понять, ну, в частности, что война алых и белых роз в Англии это выкашивание национальной элиты в Англии. Значит, вот как видится. Ну, и остальные все процессы, которые происходили, в том числе, завоевание России, вот, введением христианства в Византии. Наши, Святослав же, мочил там хазарский каганат, все, впал вместе с воинами, вел, значит, такой образ жизни спартанский вместе с людьми был, то есть, соборность была у них определенная. А его матери понравилось, что? Песнопение, рясы там, все эти, значит, облачения, и внедрение пошло христианство. И элита, а тогда же не было, дискотека, еще что-то. Куда? В синагогу на промывание мозгов, то есть, там хорошо, там песни поют, все, то есть, клубов-то тоже не было. Вот, ритуалы эти, они привлекли, так сказать, и элита впала в это, так сказать, и пала в зависимость, страна. Но переходя вот от хронологического приоритета к методологическому, здесь очень удобно проиллюстрировать, есть такой Моисей Израильевич Меттер, который написал роман «Пятый угол». Он опубликован в журнале «Нева», 89-й год, номер один. И он там выдал, а цитата там такая, фактов, то есть, вот, исторических собой, фактов у меня много, фактов у меня достаточно, фактами я сыт по горло, но я нищ, методологически. И это тот пункт, вокруг которого, имеется в виду, евреи, мы занимаем круговую оборону и отстреливаемся до последнего патрона, что предполагает последний патрон себе. Сказано, как вы видите, вполне определенно. О чем идет речь? Вспомним вот эти опять пирамидки, одну и другую. Здесь, наверху, методология, а элите даются фактологические знания, в части их касающиеся. То есть, министр путей сообщения рельс полирует, историю знать не надо, министр обороны стреляет, экономику знать не надо, то есть, каждый честно делает свое дело. А методом развлечения, что хорошо, что плохо, как надо, они не владеют. Вот держите эту картинку сейчас. Так вот, методологический приоритет, то есть, можно людям дать такие знания, когда они будут все сами понимать, будут разбираться, это правильно, это неправильно, это ложно, это хорошо, это плохо. то есть, отличать между собой явления, происходящие в жизни людей. А теперь так, а мы с вами рабовладельцы. Нам надо, чтобы рабы лучше нас соображали, или не надо? Ответ очевиден. Поэтому и не дают вот этих знаний в ниже лежащие слои этой пирамиды, толпы элитарного модели. То есть, наверху, то древнеегипетское жречество владело по правильным представлениям о мироздании, о том, как все происходит. А остальные, им этого не надо было, дали ложное мировоззрение. С этого мы и начинали нашу первую лекцию. То есть, самое главное оружие, методологическое, чтобы рабы не вышли из повиновения и не понимали. И оказалось, что достаточно было дать людям неправильное представление об окружающем мире. И это позволяло управлять миллионами, миллиардами людей на протяжении многих сотен, и даже тысяч лет. И в этом смысле, вот уместно вспомнить, в Египте, в Луксоре, есть там памятники старины, там камень стоит. А на нем была битва при Кадыши такая, 1312 год до нашей эры, то есть, три с лишним тысячи лет назад, где хетты начистили нюх египтянам. И вот в честь своего поражения Рамзе II поставил памятник. И на нем написано, «Все думают, что я проиграл, но последующие три тысячи лет все поймут, что я выиграл». Вот что имел в виду Рамзе II. А давайте обратимся к этим приоритетам. Войска Рамзе II потерпели поражение на шестом приоритете. Вот здесь, на военном. Но три с половиной тысячи лет шел процесс концентрации управления производительными силами человечества с помощью методологии и вот всех остальных приоритетов. И мир оказался в руках вот этой глобальной мафии, наследников того древнеегипетского жречества, которые сейчас живут. Ну и к сожалению, или как-то тут неправильно я сказал, значит, но выбрав неправильный вектор цели, они привели человечество к глобальному системному кризису. Вот роль методологии, методологического приоритета. А многие из нас патриотов, вот если применительных к жизни людей и современных событий, вот надо тут экономические проблемы решать. Кстати, можно и поговорить о роли партии здесь, вот о роли выдающихся деятелей современности. Давайте вот посмотрим через позицию приоритетов, что нам рекомендуют. Значит, патриоты все в основном, вот оружие надо всем автоматы и мочить. Вот я уже рассказывал о Рохлине. Рохлин был занаряжен на создание, на захват Кремля силой. Ему говорили Лев Яковлевич, ну, войдем в Кремль, дальше чего? Дальше разберемся. А дальше он бы сработал на что? Устойчивости это не было бы. Почему? Люди не понимали происходящее, и он бы сработал на мировой закулисье, потому что в Татарстане Шаймиеву сказал, пока в Москве бардак, мы татары отделяемся. Якуты то же самое. И пошло, вся Россия расползлась бы, как СССР распался. вот на что Лев Яковлевич был занаряжен, значит, силой оружия. Другой, Григорий Алексеевич Явлинский, которым многие восхищаются, он что, экономикой надо заниматься, экономические проблемы надо решать, прекратить эту болтовню, все, ненужность. Посмотрим, экономика четвертый приоритет. И жизнь ведения народного хозяйства страны определяется идеологиями, историческими традициями, пристрастиями народа и так далее. Об этом вообще никто не говорит. А Глазев я вам рассказывал, то же самое, экономика и так далее. Вот выдающийся деятель. А на самом деле еще раз напомню, Глазев это последователь Чубайса. Чубайс только что сказал народу, лохи на земле сколько всего, заводы, фабрики поделим, каждому по ваучеру, как собаки. В результате чего? Где две Волги с запасными колесами? Нету ничего. А что Глазев теперь говорит? Лохи сверху все, что стоит на земле, уже Чубайс поделил. Давайте делить, что внутри земли лежит. А суть то та же самая, только название вместо ваучера рента. А то же самое и люди жадные вот на это дело. Они говорят, как же, я же получу там чего-то. Ничего не получите, потому что все процессы управляемые. И будет создана такая ситуация, как ваучера продавали за кусок колбасы, потому что жрать нечего было. Так и эту ренту все продадите. Нельзя этого делать, нельзя этих слушать обманщиков. Ну и все остальные партии почитайте. Единственные, кто вышел вот, в основном об этом и говорят, там, ну, Порфирь Корнеевич Иванов, например, царство ему, как говорится, небесное. Значит, он чего, будем вести здоровый образ жизни. Ну, будем вести, а мне нужны здоровые, сильные рабы. Поэтому, ну, ведите себя, не пейте, не курите, хорошо. Общество трезвости, там, углов, Жданов и так далее. Ну, чего, да, давайте вести здоровый образ жизни, не пить, не курить, а дальше чего будет? А, кстати, у них, в их трезвенническом движении, что получилось? Многие трезвенники, вышедшие из запоя, они научились отрезвлять других, и теперь им что? Они на этом деньги делают. И получается, как в той песне, и в борьбе с зеленым змеем побеждает змей. Только змей, какой, здесь зеленый змей, в смысле водки, там, и это, самогона, а здесь зеленый змей, доллары, то есть, оказывается, им, чтобы хорошо жить, надо, чтобы больше было алкашей, то есть, я же тогда их лечить буду, если алкашей не будет, значит, кого же я лечить буду? Денежек не будет. Вот какие тенденции в этом трезвенническом движении. Почему его и нет, кстати? А ведь хорошее было начинание. Они вне, мы вне политики, вне политики, что это вот? И сидят по кустам, шарятся. Сейчас вот движение анастасиевцев тоже пытаются к рукам прибрать. Там очень серьезные моменты высказаны, значит, Мегре, в книгах Мегре, Владимир Николаевич, я с ним лично знаком. А сейчас их что, пытаются тоже увезти и подчинить, значит, соответствующим идеалам. А суть в чем? Родовые поместья. А за родовыми поместьями что? А там милиция, налоги, ну и что пространство любви ты создашь на одном гектаре? А на остальных что будет? Идти надо в политику, и они пошли. Но пока движением их подмяла Единая Россия. Почему их Единая Россия подмяла? А очень удобно. Сейчас те, которые понастроили замки, дворцы себе, они уже фактически живут в соответствии с указаниями Анастасии. Только другое дело, что они не пространство любви в этих замках строят, а тюремный романтизм. То есть возвели заборы такие там с колючей проволокой, с бойницами и так далее. Какой там? Но им теперь это надо узаконить, поэтому очень удобно движение анастасиевцев для того, чтобы все это узаконить и чтобы народ это принял. Поэтому они стали поддерживать. Раньше их считали секта и так далее. и все. А теперь поддерживают. Потому что вписывают свои интересы. Единственное кто? Зюгановская партия, вот она на третьем приоритете. Но это худих теории какая? Марксистская. Какая? А что значит марксизм? Это материализм. А материализм это неверное представление о жизни. То есть это целая система взглядов ложная. То есть там Бога нет. А раз это ложные представления это тупиковая ситуация. А выше вот этого приоритета никого у нас собственно и нет. Вот вам роль партии как посмотреть на выдающихся деятелей кто что предлагает. И чего ждать от этих людей. Поэтому говоря о концепции общественной безопасности значит надо сформулировать и понятие опасностей. Ну во-первых мы уже начали цикл лекции с рассмотрением концепции национальной безопасности и концепции общественной безопасности. Опять ложное положение то что национальная безопасность мы сразу поставили вопрос какую национальность будем обезопасивать в России стране многонациональной и многоконфессиональной. Нам говорят ну так вроде принято мы не надо слово это код мера поэтому надо дать четкое лексическое определение мы живем в обществе более того если говорить не только о России но и о человечестве в целом на планете земля живет тоже много народов национальностей религиозных конфессий и надо вести речь о концепции общественной безопасности то есть как мы будем жить между собой поэтому вот на этой картиночке значит коль скоро мы говорим о безопасности надо говорить об опасностях и вот когда вы почитаете наши всякие доктрины разработанные нашими политологами и социологами в Москве значит там четкой классификации нет там каша каша то есть и в основном все сводится под безопасностью понимают вот то что стреляют убивают и так далее стали немножко сейчас подниматься вот стали признавать что алкоголь это опасен там еще что-то стали говорить о продовольственной безопасности но о информационной безопасности и чем выше туда под информацией понимается под информационной безопасностью понимаются технические средства ну проникновение в компьютер чтобы у тебя там в банке не сняли сколько у тебя там значит в компьютере записано богатство которое ты там накопил в долларах или там раскрыть твою систему значит опять-таки то есть информационная безопасность это все что связано с информационными технологиями и представление информации на технических средствах а содержательной стороне информации там речи нигде нет значит о безопасности от этих бездумных средств массовой информации что они там выплескивают реклама и так далее то есть содержательная сторона наделенной меры почему это происходит а потому что не владеют пониманием меры нет понимания триединства материи информации меры оперируют ложными понятиями значит страдают калейдоскопическим идиотизмом следую потом подогнать метод по калейдоскопическим сеттежкой калейдоскопическим в в в в Продолжение следует...